Это известный и авторитетный клуб, объединяющий документалистов в разных странах. Сильнейшие польские режиссеры, сценаристы и продюсеры проведут мастер-классы для начинающих авторов. Именитым белорусским режиссерам форума интересен новыми контактами, обсуждением перспективных проектов и идей. Кстати, участие в форуме в качестве наблюдателей могут принять все желающие. Меня текает документальный кинок тоже, что давно текает литература. Это человеческие сюжеты, это человеческие взаимоотносины. Причем именно специфично, что это люди не актеры, и это очень важно. И эта особливость будет иметь самую великую каштодность. Именно фильм белорусского режиссера Виктора Ослюка открыл программу Драгонфорума. Это документальная картина Робинзона из Мантинцаари о взаимоотношениях двух последних жителей островов на Ладожском озере Белоруссии и Фине. А с польской стороны в мастерской Драгонфорума ждут показа «Клювом и когтем». Фильм о птицах, снятом в Беловежской пуще. Автор Кристиан Матысик – кинооператор. Но этот его дебют в качестве режиссера завоевал 40 наград на фестивальных площадках. Это важно, потому что у нас с вами одинаковые широты, природа, а значит возможности. Белорусские документалисты сейчас снимают поэтичное кино. И, наверное, это правильно, хотя оно медленное. А современный зритель привык к скорости, к эффектам. И тем не менее мы будем говорить о том, как создать кино, которое будет интересно всем, но и будет трогать душу. Глубокое кино. А на большом экране не менее интересной сегодня была в ней конкурсная программа. Южнокорейская лента «Босоногая мечта» – судьбоносная история неудачного бизнесмена, ставшего футбольным тренером ради воплощения мечты маленьких мальчиков из забытого богом краем. Доказывает, что все в жизни возможно. Неоднозначную реакцию у европейской публики вызвал французский фильм «Сорванец». История о девочке, притворившейся мальчиком. История морально и аморально одновременно. Его показ только что завершился в Минске. Кстати, у столичной публики есть еще возможность увидеть легендарную ретроспективу нидерландского режиссера Йоса Стейлинга. В кинотеатре «Победа» через полчаса начнется фильм «Рембрандт» под занавес дня специально для киногурманов. Юлия Златковская, Николай Шашков, ОНТ.